Римма Михайловна работает в НИИ бытовой химии с 1979 года. Ее задача – проверять качество средств бытовой химии. Соответствует ли реальный состав заявленному и насколько высоки потребительские свойства средства. Хорошо ли оно моет, стирает или удаляет ржавчину. У нас есть приборы специальные, мы готовим специальные загрязнители, мы грязним пластинки, мы грязним ткань. Вот приносим белую ткань, мы ее загрязним сильно-сильно-сильно, а потом стираем в порошках. У нас есть стиральная машина, у нас есть устройство, мы стираем и потом сравним, что было и что стало после стирки порошком, например, стиральным. Проверка качества – лишь одна из задач специалистов НИИ. Их основная работа – разработка рецептур бытовой химии. Например, сейчас специалист разрабатывает рецептуру нового моющего средства, добавляя в состав закуститель и консервант. Началось все очень давно. В 1961 году был создан на базе Министерства местной промышленности институт по переработке отходов промышленных Пермской области. И мы тогда занимались переработкой отходов. В результате было создано четыре хороших разработки, защищенных свидетельствами об изобретениях. Это метод получения бриллиантового зеленого, метод получения натурального лазурита из лазуритовой руды, чистящий порошок пимаксоль и синька бытовая восход. Вот с этого, собственно говоря, и началась наша бытовая химия – с пимаксоли и с синьки восход. За эти годы у нас было разработано свыше 600 рецептур. Из них около 250 защищены свидетельствами об изобретениях и патентами. Наши торговые марки, которые мы разрабатывали, это Пемалюкс, Пемаксоль, Санита во всех модификациях, которые выпускает сейчас Ступинский химический завод. Это наша товарная марка Санита. Мы ее передали им. И у них очень большой ассортимент практически по всем назначениям, какие можно придумать. Санита, Санфор – тоже самое. Нитхенол, Штрих. Работы с годами меньше не стало. На рынке появляется все больше новых средств бытовой химии. А это значит, что работой научные сотрудники обеспечены. Вот сейчас очень интересное направление – это зеленые рецептуры. Потому что за рубежом это нашло уже очень большой интерес и распространение. И вот теперь к нам обращаются заказчики, чтобы мы сделали зеленые рецептуры для них. То есть это рецептуры с использованием возобновляемого натурального сырья. И детский ассортимент еще сейчас очень популярен. Разработка именно детского ассортимента. И, конечно, там используется только очень деликатное сырье. Еще один вид деятельности научных работников института – проведение семинаров для молодых специалистов – разработчиков рецептур бытовой химии. Очередной стартует уже на следующей неделе. Продолжение следует...